Это будет конкретно, мы будем ехать на автобусе, вся информация... А на своей машине можно? Это будет в следующую субботу с 8 утра до 8 вечера. А на своей машине можно? Ну, пока мы будем делать первую тестовую в эту следующую субботу, а потом уже буду анонсировать. Если вам понравится, то мы будем ездить по всей Украине, по разным местам. Я вам буду рассказывать про эти места силы, рассказывать, как их взаимодействовать. В Украине я насчитал 23 места силы активных. Я сейчас не считаю Крым, там их намного больше. Я сейчас говорю про вот эту. А вообще, если с мелкими, с такими там и раскрытиями и все остальное, их 89. Но тех активных, широких, таких массовых, серьезных, их 23. Я думаю, если даже 23 мы проедем, то этого будет оставаться. Да, да, да. А вне же не есть, кстати? Есть. А где? А, у тебя вам прям сейчас... А какое самое сильное, вы считаете, какое из них там? Не существует, самое сильное или самое слабое. Есть определенные частотные вибрации, которые выполняют. Ну, мое мнение, ну, это такое, опять же, оно субъективное. Самое сильное место – это Лысая гора в городе Киеве. Лысая гора находится на Шишкаре, на железе, где нет земля. Там находится вход во внутреннюю землю. Там находятся разломы параллельных измерений. Одно из самых сильных. Там есть много негатива, по-моему. Все зависит от того, с какими мыслями эти счетки. Ну, говорят, там очень много было. Говорят много, а многие по-разному говорят. Кто говорит, зачем... А на каменных могилах были? Конечно, ну, это второе место по обучению. Третье место в Крыму – это храм Солнца. Ну, это самые сильнейшие места, которые есть. Ну, понятно, каменные могилы. Ну, сейчас это отдельно. Кто захочет, может присоединиться. Вернемся к нашей лекции. Мы продолжим еще эту тему сегодняшнюю, о которой мы говорим, по поводу построения общества, потому что это очень длинная тема. И на следующей лекции я расскажу, как в образном мышлении понять других людей, как понять своего собеседника, как взаимодействовать со своими семерками и двенадцатыми на возном плане. Но сегодня мы делаем последнюю практику, которая вам поможет понять свою специализацию и то, куда вы идете. Давайте сейчас сядем, ну, кто стоит, стоит, закроем глазки, сделаем три глубоких дыха и выдоха. И вот давайте сейчас представим картинку следующего содержания. Мы не говорим время, мы не привязываемся сейчас к времени. Это может быть ситуацией через год, может через неделю, может через пять лет. Мы просто сейчас представляем ситуацию в пространстве будущего. У вас она конкретно появится, потому что она у вас есть в подсознании, вы сами сидите.